Александр Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Наступающий 2014 год обещает стать особенным, но хотя бы потому, что будет объявлен Всероссийским годом культуры. Как планируется нести культуру в массы? На самом деле он уже объявлен, указ президента, и я хочу процитировать Владимира Владимировича Путина выдержкой из недавнего послания Федеральному собранию о том, что наступающий год культуры призван стать годом истинного просветительства, обращения к нашим культурным корням и вопросам патриотизма, нравственности и морали. Это говорит о том, что действительно в 2014 году будет уделено большое внимание, прежде всего, учреждениям культуры сельским и развитию их в материально-техническом плане. Особое внимание будет уделяться селу, и это правильно, ведь когда-то именно в деревнях дома культуры клубы, так называемые сельские, были сердцем деревень, сегодня упадническое состояние. Как на практике это все будет происходить? Вы знаете, на самом деле, библиотека и клуб, это была неотъемлемая часть сельского поселения, несмотря на малое количество жителей. 100 человек, был маленький дом культуры, клуб он назывался, и библиотечка. То есть, как правило, это было одно здание, и два учреждения в нем работали. Сегодня ситуация, конечно же, она далека от тех параметров, которые были раньше, но губернатором края, Вячеславовичем Шпортом, ставится задача действительно сегодня развивать сельскую культуру, начиная с северов. Вы помните, как мы в прошлом году открыли филиал в Краевическом музее имени Градекова в Охотске. То есть, уникальные музейные фонды, уникальный музей. И сегодня это красавец, который является одним из лучших муниципальных музеев, наверное, но на Дальнем Востоке. Скажу, что за 12-13 годы в муниципальных районах края, в сельских поселениях было проведено ремонт в 157 учреждениях культуры. И было построено 11 новых административно-культурных центров, которые в себя вмещают в работу и дома культуры, и библиотеки. И в 14-15 год также станет годом созидания, годом строительства, и мы планируем еще построить 32 объекта культуры. Одним словом, сегодня главы муниципальных образований, и за это им огромное спасибо, они уделяют большое внимание развитию культуры на местах. Потому что считают, что культура, наверное, это главная составляющая, и понимают, что без духовной культуры не будет улучшения ни в политической, ни в экономической жизни страны. Как будем возрождать библиотечную сеть? Сегодня мало того, что мало читают, так и скоро будет работать некому в библиотеке. Скажу одно, что сегодня библиотечная сеть насчитывает 325 муниципальных библиотек, включая и в три краевые, это детская специализированная библиотека для слепых и наша фнаучка. Мы сегодня очень активно работаем с федеральным министерством в плане функционирования нашего Хабаровского государственного института искусств и культуры. Конечно же, когда выпуск составляет 8 человек, и то через год, и когда поступают на библиотечное отделение 1-2 человека, это сегодня большая проблема, и самое главное, это проблема для работы наших сельских библиотек. Мы заключили с нашим институтом искусств и культуры соглашение, в котором бюджетные места предусматриваются не только для ребят, которые заканчивают школу и поступают на очное отделение, но и добились того, чтобы бюджетное финансирование, бесплатное обучение было для всех библиотекарей муниципальных образований, которые проработали более 10-15 лет. Мы знаем точно, что вот сегодня беда, что молодой специалист пока не вернется работать в библиотеку на село, но женщина, которая проработала, работник, которая проработала более 15 лет в библиотеке, она обязательно вернется после получения образования и будет работать на местах. Мы сегодня акцентируем внимание на комплектовании библиотек. За последние три года мы профинансировали комплектование на общую сумму более 12 миллионов рублей. Сегодня не стоит вопрос ни в одной библиотеке края о комплектовании. Сегодня в краевой бюджет финансируют подписку, то есть «Океанская звезда», «Приамурские ведомости», «Молодой дальневосточник», «История культуры» при Амуре и журнал «Дальний Восток» подписываются за счет краевых средств. Сегодня федеральный бюджет распределяет средства на комплектование, то есть новое и новое поступление книг. И мы сегодня говорим о том, что бумажный носитель, он сегодня останется, и мы больше проводим мероприятия с участием писателей, поэтов. То есть мы встречаемся на местах с населением, с молодежью. Одним словом, мы стараемся делать все возможное для того, чтобы на самом деле в работе библиотечной системы она функционировала. Укомплектуем библиотеки и книгами, и кадрами, но читать-то не хотят. Вот главный корень проблемы. Как привлечь? Согласен. И опять же, мы возвращаемся к посланию президента, где он акцентирует внимание на том, чтобы сегодня в школах, в начальных школах уже проводились уроки истории. Проводились уроки, которые заставляют, которые обязывают ребят читать книги, знать нашу историю. И я думаю, только совместными усилиями Министерства образования и Министерства культуры мы выйдем из этого положения. У нас есть перспективы, и я думаю, что библиотечное направление будет развиваться. Хорошо, вот сегодня очень много говорят о повышении зарплаты медикам, врачам, учителям, но речь не идет о работниках сферы культуры. Вот может быть здесь будут запланированы какие-то целевые программы? Вы знаете, Татьяна, я вам скажу, что на самом деле в 2012 год он отметился тем, что 1 февраля вышло распоряжение губернатора края о повышении заработной платы муниципальным работникам культуры не менее, чем на 30%. Если мы говорим о том, что 2 года назад средняя заработная плата работника культуры была 11,5 тысяч, то на сегодня, на 15 декабря она составляет 20 300 рублей. Небольшая заработная плата по сравнению с тем, что преподаватели дополнительного образования детской школы искусств наших получают среднюю заработную плату 29-30 тысяч рублей. Но то, что мы сумели достичь, то, что сегодня не возникают вопросы, большие вопросы низкой заработной платы у работников культуры, это однозначно. И работники культуры понимают и видят, что сегодня решается эта задача и президентом страны определено в указе 597 о том, что до 2018 года заработная плата работников культуры должна составить не менее 55 тысяч рублей. И Вячеслав Иванович Шпорт ставит перед нами задачу, чтобы мы не ждали 2018 года, чтобы мы ежегодно повышали уровень заработной платы работников культуры. И в 2014 год он также станет годом, где заработная плата вырастет у работников культуры. Ну, кроме того, ведь планируется и выдавать квартиры на условиях долевого финансирования, да? Кому посчастливится стать участником такой программы? Прежде всего, сегодня это будут те специалисты, в которых остро нуждаются сегодня учреждения культуры. К сожалению, мы не можем дать сегодня квартиры, это наша боль. И те люди, которые проработали уже более 20-30 лет, и которые стояли в очереди на получение социального жилья, вот, к сожалению, этого пока не будет. Мы сегодня акцентируем внимание на тех специалистах, которые сегодня важны, нужны Хабаровскому краю и нужны для работы в учреждениях культуры и искусства. Действительно ли, что в следующем году появится краевой региональный центр, в крае появится региональный центр искусств? Мы планировали, и начнем это с того, что мы реорганизуем наш дом сегодня народного творчества в более широкий аспект. Плюс добавим, еще в 2014 году у нас появляется еще и краевая детская школа искусств. То есть на базе нашего колледжа мы будем принимать ребят из районов края, для того, чтобы они непрерывно получали образование школа, СУС, и если нужно будет, мы будем работать дальше. Также появятся филиалы, да, в Комсомольске, Советской гавани и Амурске. А вы знаете, дело все в том, что мы уже в течение трех лет нашли такую практику, что мы выводим многие мероприятия в работу многих учреждений из Хабаровска. Потому что Хабаровск уже перенасыщен на культурные события, это действительно. Но для нас сегодня еще и составляется очень важный аспект, это работа в муниципальных образованиях. Прежде всего Комсомольск, это город, который сегодня является вторым вообще на Дальнем Востоке по численности жителей. И в обязательном порядке все сегодня мероприятия, которые проходят большие и проводятся за счет краевого бюджета, мы их все переправляем в Комсомольск. Амурск это уникальный вообще район, вы знаете, даже в сложные, трудные времена, но вот как раз культура Амурского района, она всегда, она жила, она не выживала, она не сохранялась, она и развивалась. Там великолепные три школы. Первая школа музыкальная, школа искусств и одна из лучших сегодня на Дальнем Востоке это художественная школа. Одним словом, мы стараемся делать, проводить мероприятия, создавать филиалы для того, чтобы наши территории, районы развивались. Ну вот по поводу перенасыщенности, вы обратили внимание, что в Хабаровске этого много, но культуры много не бывает, культурных мероприятий. Что запланировано на следующий год? Ну, на самом деле, конечно, мероприятий очень много. И когда у меня спрашивают, ну сколько будет мероприятий, я говорю, вы знаете, вот как раз год культуры для нас проведение мероприятий это вторично. Первично это, конечно, укрепление материально-технической базы, это развитие кадровой системы, это повышение заработной платы и проведение уже мероприятий это вот уже на втором пункте. 76 запланировано крупных мероприятий и вот наиболее значимое из них, да, это в краевой конкурс в наследники традиций имени Соболевского. Вы, наверное, Татьяна, обратили внимание, что мы сегодня проводим мероприятия и они носят имена наших дальневосточных хабаровских деятелей культуры. То есть в творческий конкурс театрального искусства имени Влада Павленко, в конкурс юный композитор имени Юрия Яковлевича Владимирова. Вот я уже сказал, что наследники традиции это имени Вячеслава Львовича Соболевского. Звучащие струны это в конкурс имени Виктора Зигаревича Титца. Хоровой конкурс это имени Александра Новикова. То есть мы стараемся сегодня и рассказать о тех людях, кто внес свою лепту в развитие культуры и искусства Хабаровского края. Скажу, что одним из значимых будет мероприятие, это всероссийский конкурс «Салют Победы», который будет посвящен уже 70-летию Победы. Потому что мы не должны забывать, что через два года будет великая дата для нашей страны. В марте месяце мы проведем первые малые дельфийские игры. Это для нас новое, но с тем, чтобы мы могли достойно представить наш Хабаровский край на больших дельфийских играх в Волгограде. Мы проведем также третий конкурс, международный фестиваль Юрия Башмета. Мы проведем военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров стран Фатер Амурские волны. Вы знаете, но вот этот конкурс, он уже является брендом для нашего края. Также будет проведен всероссийский конкурс «Голоса XXI века», всероссийский конкурс духовых оркестров имени Михайлова. Вы обращаете внимание, что я больше и больше говорю всероссийский конкурс, всероссийский конкурс, международный конкурс? Потому что Хабаровский край сегодня является партнером для многих организаций, в том числе для Министерства культуры Российской Федерации, для всевозможных фондов. Потому что действительно в нашем крае живут уникальные, талантливые, творческие люди. И с нами работают и знают, что именно на территории Хабаровского края эти мероприятия будут проходить в полном объеме и при большой наполняемости залов. Да, радует также, что наш город облюбовал Дмитрий Коган знаменитый. Бывает у нас достаточно. Да, Дмитрий, он сейчас работает очень тесно с музыкальными школами, с колледжем. И вот 21 декабря наша ученица, это ученица Юлии Пахомовой, Николаевой, едет в Москву. И ей Дмитрий будет вручать скрипку, как одной из самых талантливых музыкантов, талантливых юных скрипачек. И я думаю, что это действительно показатель того, что в Хабаровском крае скрипичная школа, она очень развита. Спасибо за интересное интервью. До свидания. Всего доброго.